До нового учебного года остается меньше месяца. И график приемной комиссии становится все более напряженным. 18 школ и детских садов уже готовы к осеннему набору и приему детей. По каким критериям оценивают и как принимают детские учреждения, знает Евгения Цветкова. Эстетический вид, антитеррористическая и пожарная безопасность, питание и медицина – главные критерии при приеме образовательных учреждений. У каждого члена комиссии своя зона ответственности. За здоровье отвечают медики. Проверяют наличие медикаментов, срок годности и правила хранения препаратов. В процедурном кабинете должно быть средство для оказания неотложной помощи. Также аптечка антивич. Естественно, шприцы. И когда проводятся прививки, то должны быть емкости для замачивания, для обеззараживания использованных шприцов. Пищеблок – еще один важный пункт проверки. За чистоту и порядок в цехах отвечают повара, а за качество продуктов – комбинат школьного питания. Поставки в детские сады и школы обязательно ежедневны, поэтому наличие просрочки на кухне комиссии исключает, но на всякий случай проверяет. Особое внимание к правилам хранения. Например, крупы по ГОСТу должны находиться отдельно в помещении для сыпучих продуктов. Крупы мы получаем в индивидуальной упаковке. У них у каждого свое место разграничение хранения. Скоропорчущие продукты получают и хранят в холодных цехах, в холодильниках. Соблюдают режим. Для мяса – это минус 18, для охлажденки – это плюс 5. Могу сказать, что сотрудники молодцы, полностью все соблюдают. С электрикой техникой безопасности в детском саду «Василек» тоже все в порядке. Комиссия проверила пожарную сигнализацию, огнетушители, систему оповещения и запасные выходы. По итогам тестирования «Василек» получил твердую пятерку. Хорошие оценки поставили еще 18 садам и школам. По итогам работы комиссии все образовательные учреждения готовы. Есть некоторые замечания, не влияющие на образовательный процесс, которые будут впоследствии устраняться. Где-то какой-то косметический ремонт еще может быть недоделан. Где-то не хватает документации какие-то не в полном объеме, потому что проводится не только визуальный осмотр помещений и зданий, но и документация проверяется. Приемная комиссия будет работать до середины августа. К новому учебному году протестируют все школы и сады округа. В некоторых составят сметы на будущий ремонт. Евгения Цветкова, Алексей Буланов, Дмитрий Кириллов. Новости дня.